дорогие друзья всем доброго дня добро пожаловать на мой youtube канал сегодня у нас с вами еще одно видео о покупках я говорила вам что у меня есть еще что вам показать осень у нас уже позади впереди зима длинная холодная и несмотря на то что душа требует закутаться во что-то теплое и уютное все равно нам женщинам хочется оставаться модными красивыми и стильными я частично обновила свой осенний зимний гардероб некоторые вещи уехали к своим новым хозяйкам я очень-то аккуратно ухаживают за вещами они мне всегда в хорошем состоянии поэтому я могу позволить себе продавать вещи чтобы они радовали кого-то другого и так случилось с моими казаками у меня было две пары казаков одни черные другие такие рыжий бежевые и я их продала и на место этих казаков купила две пары новых сейчас вот покажу вам одним их я правда вот эти казаки еще не надевала это казаки из zara я хотела казаки высокие те казаки я не знаю помните вы или нет что одни что другие у меня были обычные длины а я хотела немножко повыше вот и они еще в таком коричнево-бордовом цвете очень красивым это казаки были по моему из лимитированной коллекции натуральная кожа очень удобные кстати ну кожа такая плотная но они не я мерила хотел сказать где где не жмут нигде не давит но правда я в них не ходила еще но при примерке они были абсолютно комфортно надеюсь что в носке они также меня не разочаруют в общем-то обувь zara мне подходит и колодка и я довольна у меня еще ни одной пары от zara не развалилась или что-то с ними не приключилась такого из-за брака так что я не взяла их так взяла я их тридцать девятом размере они стоили 90 евро на 90 евро ценник еще вот так смотрятся сапоги на ноге мне нравится заправлять в них джинсы только вот в данном случае я уже так от выкла от скини что мне уже не нравится как так выглядит я хочу себе купить джинсы более свободного кроя чтобы они не так обтягивали ноги но в целом вот удлиненный свитер вот эти вот сапоги мне кажется очень здорово смотрятся я свитер подпоясала ремнем но можно еще также носить и свитер и без ремня просто в таком свободном стиле как говорится более расслабленном ну вот так вот на каждый день хотя эти сапоги можно носить и с платьем тоже и так как эти сапоги завышенной длины то если носить с макси платьем или макси юбкой то не будет проглядывать полоска кожи в общем-то по этой причине я и хотела сапоги такой длины а вторые казаки я купила когда была в казахстане в бренде иконика это вот такие очень красивые казаки конечно немножко каблучок напоминает бренд кейт это натуральная замша и я взяла в тридцать восьмом размере все-таки российские размеры получается немного большими лет или наоборот европейские мало верят одно из двух в общем их я уже надевал один раз это прямо я их увидела и влюбилась шикарные казаки немножко такие вот необычные больше не такие казаки как вот вот эти вот все-таки типичные казаки сейчас вам покажу более грубоватые смотрите у них и каблук классический для казаков а вот эти уже более такие элегантные еще одну пару обуви я купила в бренде иконика в казахстане ну их я конечно тем более не надевала еще пока это вот такие вот ботинки стиле миу миу очень модные стильные красивые они тоже натуральная замша здесь мне очень понравилось что у них вот такая вот светлая подошва я сначала хотела купить себе ботиночки на меху но чтобы внутри был мех и может быть сверху такая опушка но потом подумала что все-таки так как я живу в испании здесь в общем-то жарковато ходить в подобные обуви то я остановилась вот именно на таких ботинках они вроде бы как и похожи на такие ботинки которые продаются смехом но в то же время в них не жарко ходить будет здесь у нас и в то же время я могу их носить и где-то в европе где более прохладно так как здесь высокая подошва нога не будет мерзнуть с брюками они будут отлично смотреться у меня есть еще две вещи которые я купила в казахстане одна из них это вот такая классная калечатая рубашка я так долго искала себе хорошую клетчатую рубашку чтобы она была и приятная по качеству на ощупь что была красивая расцветка красивая клетка и вот в бренде 12 stories я нашла такую рубашку которую я искала она очень мягкая очень приятная но она просто невероятный оверсайз я ее знаете взяла извините за дело я ее взяла в размере 2xs и она смотрится все равно объемной я еще и не разу не успела надеть у нас еще все пока тепло но уже холодает и скоро я смогу ее носить так что она у меня пока с ценником взяла я ее за так ну я не знаю здесь в казахстанских деньгах тенге 82 1980 это рубашка стопроцентный хлопок рубашка из фланели написано и я сейчас покажу ее как она смотрится на мне сейчас от моды на однотонной рубашки мы постепенно перешли также и к рубашкам в клетку клетка это один из основных элементов осени и зимы но предлагает уже более уютную атмосферу и я примеряю эту рубашку вот с ботинками которые вам только что показала посмотрите как классно они сочетаются между собой а если эту рубашку подзаправить в джинсы то образ уже получается более собранный и тогда можно надеть на ноги казаки уже с острым носом и в таком случае к образу с клетчатой рубашкой которая создает атмосферу мягкости и уюта вот эти остроносые казаки придадут такую нотку что ли агрессивности и сексуальности моде у нас все еще продолжает быть расслабленный casual и клетчатая рубашка идеально подходит для этого она прекрасно подходит для осенне зимнего сезона а фланелевая рубашка она еще очень приятная мягенькая к телу а все что мягкое и приятное придает еще дополнительное тепло также эту рубашку можно накинуть поверх футболки можно носить платьем можно повязать вокруг талии то есть мода 2024 года предлагает массу стилизации в плане клетчатой рубашки в общем-то мое мнение то что клетчатая рубашка это классика во всяком случае в мужской моде она присутствует всегда а сейчас клетчатая рубашка перебралась уже и в женскую моду только они отличаются фасоном они могут быть приталенные могут быть оверсайз как в моем случае еще одна вещь из казахстанских моих покупок это водолазка это мериносовая шерсть это просто мне необходимая вещь для зимы мне она никогда не помешает гардеробе в общем-то абсолютно базовая но мне понравилось качество во-первых у нее длинные рукава как я люблю удлиненная модель и она очень очень мягкая очень мягкая приятная ну просто вот надеваешь ее и кайфуешь черная водолазка и моды эта тема практически бесконечная вот вы помните чтобы когда-нибудь были не модны черные водолазки вот я на своем веку такого момента не помню она встраивается практически в любой аутфит и построить дорогой образ черной водолазкой совсем не сложно но тут дело все в качестве водолазки водолазку нужно обязательно выбирать хорошего качества больше всего мне конечно нравится как черная водолазка смотрится с джинсами но вот в образе с замшевой юбкой тоже хорошо получилось единственное конечно я бы на ноги если куда-то шла я бы на ноги надела черные колготки сейчас просто у нас было так жарко что я уже не заставила себя надеть черные колготки и так сапоги водолазка вообще кошмар мне очень жарко еще здорово применяйте подобную водолазку многослойных образах которые сейчас очень актуальны еще одну базовую вещь я купила уже в бренде коз это вот такие лонгсливы они у них есть всегда только меняются расцветки и в этом сезоне в этом году они выпустили вот такую расцветку такая бордово-коричневая она прекрасное качество я обожаю их лонгсливы они просто настолько приятные к телу это стопроцентная шерсть мне кажется что такой лонгслив просто необходимо иметь гардеробе его даже можно носить первым слоем элементарно для утепления и смотрите как этот лонгслив классно сочетается с этой рубашкой они прям как будто родились вместе идеально подходят по цветовой гамме нехитрый способ создать модный образ подобным лонгсливом здесь в данном случае мне кажется выигрывает цвет потому что сам лонгслив ну в общем-то это база ничего необычного в нем нет прекрасно сочетается с бордовыми казаками с коричневой сумкой замшевой очень получается простой но при этом модный образ также ее очень здорово использовать в качестве многослойности смотрите я надела ее под низ клетчатой рубашки и тоже очень удачное сочетание они просто идеально подходят по цвету и мне нравится что у этого лонгслива такой рукав который надевается через большой палец а мне кажется это придает образу больше такой изюминки но становится интересней не знаю такая незначительная деталь но все-таки делает образ более классным и сейчас я надела ее наоборот эту водолазку лонгслив поверх белого лонгслива это правда у меня боди хорошо сочетается с белыми кроссовками перекликается оттенки посмотрите как классно смотрится мне очень нравится такая простая вещь а уже три комбинации только на вскидку и нижним слоем можно надевать и верхним и как самостоятельную вещь носить ну и конечно же в этом сезоне я не могла оставить себя без шубки в zara был такой выбор такое искушение у меня просто разбегались глаза я не знала что себе выбрать но все-таки я остановилась на вот этой вот коричневой шубки которую примеряла буквально вот в последнем по моему видео из zara посмотрите какая она классная у них замечательная искусственная мех в zara замечательный искусственный мех очень хорошо смотрится не блестит вот этой вот синтетикой как иногда бывает когда дешевое качество такое качество бывает в h&m как ни странно ну хотя может быть почему не странно там часто бывают вещи с плохим качеством вот а в zara знаете они как-то вот удачно закупает вот эти вот искусственный меха и у них получается просто роскошные шубки у меня есть шуба из zara я покупала ее два года назад сейчас я вам ее покажу вот такой вот барашек я ее тоже очень люблю и знаете вот я ее когда не надеваю не всегда спрашивают а что это у вас за шуба и несмотря на то что она кажется такая тоненькая как кардиганчик она достаточно теплая так что теперь у меня есть две шубы но они совершенно не похожи друг на друга и они не взаимозаменяемы надевают я их буду по совершенно разным случаем совершенно разными вещами сейчас я вам покажу как эта шубка смотрится на мне кстати точно такая же шубка у них была еще в черном цвете но мне как-то вот больше понравилось как моему лицу подходит коричневый цвет хотя вы знаете черный я тоже обожаю но в этом случае выбор пал на вот такую шубку вы знаете несколько лет назад когда только вошел в моду искусственный мех и эко дубленки искусственный я вообще не воспринимала это все потому что в то время искусственный мех искусственная кожа ужасно выглядели очень видно было что это все не натуральное синтетическое мех блестел дубленки вообще похожи были на дермантин но сейчас это все изменилось мех стал более лучшего качества дубленки в том числе иногда их даже не отличишь что они не натуральные и поэтому я как бы поменяла свое мнение на этот счет и знаете в наше время уже есть такие места куда прийти в натуральном мехе будет не совсем уместно и в таких случаях подобная шубка всегда способна выручить и искусственный мех точно так же как и эко кожа являются главными материалами зимнего сезона и не только в брендах масс-маркета но и в люксовых брендах в том числе мне кажется моя шубка замечательно вписывается как повседневный образ так и в образы нарядный сейчас ее стилизовала с платьем сапогами на каблуке светлыми и сумочкой мне кажется получился очень красивый и элегантный образ и мне кажется абсолютно не стоит уже сейчас наше время бояться искусственного меха или иметь какое-то предубеждение по этому поводу в том числе так же как и против искусственных дубленок тут опять же вопрос только в качестве это были все покупки на сегодня но надеюсь что не последние и возможно в декабре выйдет еще одно видео о покупках ну а сейчас я буду с вами прощаться на сегодня надеюсь что видео вам понравилось было интересно и если это так то ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан подписывайтесь на мой инстаграм и конечно же желаю вам удачного шопинга до скорых встреч в новом видео всем пока пока